Вы сказали, что сфера ЖКХ у нас занимает, скажем так, вторую строчку рейтинга по количеству нарушений. Скажите, пожалуйста, каковы в целом полномочия прокуратуры именно в этой части? Вы работаете исключительно по заявлениям граждан или у вас есть основания, к примеру, для внеплановых проверок? Вы имеете, может быть, право в течение какого-то определенного срока, раз, два, три года, нагрянуть с проверкой в любую управляющую компанию или ТСЖ? Мы работаем не только по заявлениям граждан. То есть не обязательно обращаться с заявлением для того, чтобы была проведена проверка управляющей компанией либо в ТСЖ. В основном эта работа ведется планово. У нас все-таки мы планируем эти проверки заранее, то есть планы согласуются у нас с вышестоящей прокуратурой. К проведению проверок привлекаются органы финансового контроля, то есть специалисты в области бухгалтерского учета, отчетности и органы внутренних дел. То есть у них тоже определенные полномочия в этой сфере есть, свои, которыми мы не обладаем. Поэтому действуем все вместе. Но учитывая то, что мы не субъекты 294 закона о защите прав субъектов предпринимательства, то есть мы об этих проверках заранее не уведомляем. Допустим, да, то есть как бы планы эти ни с кем, скажем так, ограничений по количеству этих проверок у нас тоже нет временных, поэтому в принципе проверять мы можем выходить. И такие проверки проводятся ежегодно. Поэтому на системной основе мы проверяем управляющие компании ТСЖ. Не так давно специалисты жилищной инспекции выявили нарушение в части начисления жителям платы за ЖКУ. Если подробнее, то у нас получилось, что управляющая компания НЖСК дважды начисляла собственникам плату за вывоз мусора. Обращались ли жители города непосредственно в прокуратуру жалобы на такие действия управляющих компаний? Одно обращение поступало в прокуратуру, учитывая то, что здесь в принципе можно вести речь о наличии состава преступления, но при определенных условиях. То есть данное обращение было направлено для производства проверки в порядке 145-го уголовного процессуального кодекса, а именно на предмет наличия состава преступления органы внутренних дел в полицию. То есть сейчас проверка в настоящее время по данному факту проводится. Кроме того, прокуратурой, учитывая общественный резонанс, значимость данного нарушения, сейчас проводится также проверка по этому поводу. Результаты, пока о результатах ничего сказать не могу. То есть материалы запрошены, будет проведен соответствующий анализ. Дальнейшие выводы, то есть либо, если был там какой-то криминал, то есть если имело место хищение этих средств, то есть будет возбуждено уголовное дело. Если такого нарушения нет, просто нарушение федерального законодательства, соответственно, будет сделан перерасчет. Но опять же, если эти данные подтвердятся. Потому что вообще управляющую компанию НЖСК мы проверялись привлечением органов финансового контроля, как раз вот о тех проверках, о которых я говорил, и органов внутренних дел в 2011 году. Но я насколько понимаю, что про то нарушение, про которое говорит жилищная инспекция, что оно имело место еще и раньше. И в 2011 году финансисты, кто привлекался у нас к этой проверке, вот именно этого нарушения они не обнаружили. То есть по какой причине? Либо что-то все-таки может быть здесь, ошибка какая-то имеет в виду, имеет место быть. Либо действительно это нарушение. Ну в общем надо разбираться. То есть сейчас пока обвинить управляющую компанию о том, что она действительно что-то взяла лишнее и тем более похитила, мы пока не можем. Будет проведена проверка и будут сделаны соответствующие выводы. Тогда, в результате той проверки в НЖСК в 2012 году было возбуждено уголовное дело. Как раз тоже там по тарифам, она по завышению платы за услугу управления. Но оно было прекращено за отсутствием состава преступления. То есть расследовали его органы внутренних дел и пришли к выводу, что состава все-таки преступления в действиях НЖСК нет. Поэтому пока какие-то выводы делать рано. Все будет оценено, будет оценка и соответствующие выводы будут сделаны. Если все подтвердится, тогда вопрос о перерасчете будет стоять в первую очередь. А если взять вообще все управляющие компании в целом? Сегодня все жители города видят ситуацию. Одни и те же руководители управляющих компаний, одни и те же сотрудники. Но у нас чуть ли не каждый год банкротство. И плюс ко всему это постоянные жалобы на нарушения со стороны сотрудников управляющих компаний. На это можно как-то повлиять или по закону они могут хоть каждый год банкротиться и каждые полгода менять название предприятий и продолжать дальше свою деятельность? Дело в том, что количество раз, сколько человек может зарегистрировать юрлицо, оно законом у нас не ограничивается. То есть в принципе один и тот же руководитель управляющей компании, он может действительно организовать снова и снова подобные управляющие компании. Само по себе банкротство, то есть это, скажем так, гражданско-правовой критерий, он не наказуем, если все действительно законно и объективные причины это банкротство повлекли. Ответственность у нас предусмотрена за преднамеренное эффективное банкротство по уголовному кодексе статьи, это 196-197. Но опять же, чтобы привлечь к ответственности, то есть необходимо проведить проверки, такие полиции проводились. Признаков состава преступления тоже усмотрено не было в этом случае, в этой ситуации. Поэтому говорить о том, что преднамеренно они привели к банкротству, то есть руководству управляющих компаний, свои предприятия, не приходится говорить. Сейчас я, насколько так понимаю, себе представляю, как раз тот процесс, который идет в городе о переводе на непосредственное управление домов, то есть управляющие компании, так или иначе, опять же, формально это делают собственники, я думаю, что инициатива исходит все-таки от управляющих компаний, переводят на непосредственное управление, и тогда уже задолженность населения при вот такой форме управления, она будет возникать не перед управляющей компанией, а перед ресурсоснабжающей организацией, то есть перед посредством электроэнергии, теплоэнергии, ну и воды. Ну, то есть управляющая компания... Соответственно, да, то есть судиться уже будут ресурсоснабжающие организации с должниками, а это большая проблема и очень большой труд на самом деле, потому что граждан много, соответственно, представьте количество исковых заявлений, которые нужно составить, направить в суд, чтобы взыскать эти долги принудительно. А вот у нас есть данные от ресурсоснабжающих организаций города. Практически все дома, с которыми сегодня работают НЖСК и крепость, уже по документам перешли в НЖСК плюс и крепость плюс. Причем многие люди утверждают, что никаких документов они не подписывали, у них не проводились общие собрания, они не видели ни протоколов, они не голосовали заочно. В этой части не поступало никаких жалоб на такие действия управляющих компаний? Ну, жалобы, опять же, массового поступления жалоб не было. Если не ошибаюсь, одна или две жалобы у нас такие были, мы направили их для разрешения в жилищную инспекцию. То есть, как бы, непосредственно кто вопросами этим не занимается, то есть, они проверку проводят по этому поводу, проводили. Суть в чем? Для того, чтобы перейти из одной управляющей компании в другую, дом, он просто так управляющая компания, его не может взять и... Ну, это не игрушка, да, то есть, и не собственность управляющей компании. И передать там своего правоприемнику, да, то есть, либо там управляющей компании с похожими названиями, тем же самым руководством, да, она не может. То есть, все равно решение о переходе и вообще о форме управления принимают собственники. То есть, такое решение должно приниматься на собрании собственников жилья. Соответственно, для того, чтобы перейти, такое собрание должно было состояться. Если люди в нем не участвовали, то, вероятнее всего, было проведено заочное голосование, то есть, в форме заочного голосования. То есть, если собрание собственников жилья не состоялось, должны быть собственники уведомлены о том, что будет проведено на форме заочного голосования. Ну, и, скорее всего, как раз в форме заочного голосования было принято такое... И принимались такие решения о переходе из одной управляющей компании в другую и о смене формы управления. Для того, чтобы, если это действительно вызывает недовольство жильцов, да, но я считаю, что здесь в первую очередь нужно больше активность проявлять. То есть, если вы видите объявление, да, а так правило, это бывает действительно... У нас какой порядок проведения собрания, уведомления о нем. Либо должны письма заказные с уведомлением быть направлены собственникам, либо в общедоступных местах должно быть развешено объявление о том, что будет проведено такое собрание. Ну, на него надо прийти, наверное, действительно, да, то есть, как бы, и уже самим определиться. Хотите вы перейти из одной управляющей компании в другую? И вообще, хотите менять форму управления или нет? И на эту ли форму управления, да, то есть, вы хотите перейти, то есть, непосредственно в управление. У нас три формы управления существуют. По жилищному кодексу это управляющая компания, ТСЖ, ну, либо жилищно-строительный кооператив, либо вот непосредственно в управление. Поэтому это, в принципе, должно исходить от собственников. И это решение о переходе, его принимают собственники, так или иначе. Если были подделаны эти протоколы, это уже другой разговор. Это основание для обжалования данного решения, заключения этого договора вообще, да, в суд данного решения. Ну, и основание для принятия нового решения. Ну, допустим, а если управляющая компания преднамеренно вводит жильцов в заблуждение? У нас не все, в общем-то, законодательно подкованы, не все знают, что они должны, как они должны, когда они должны это делать. Если приходит человек с управляющей компанией и говорит, если вы не проголосуете, мы не будем у вас убирать. И такие прецеденты в Ноябрьске уже есть. То есть они в какой-то степени наказывают жильцов, которые не приходят на непосредственную форму управления, не оказывая им услуги. Вот таким людям что вы порекомендуете? Ну, если в настоящий момент договор еще действует, допустим, с управляющей компанией, они говорят, что прямо сейчас, да, в период действия договора откажутся убирать там, да, то есть, ну, выполнять свои функции, то, естественно, обжаловать их действия можно к нам прийти в прокуратуру с жалобой, можно в жилищную инспекцию, и они понесут соответствующее наказание. У нас есть административная ответственность за такую деятельность, да, 722К. Можем внести, опять же, представление об устранении нарушений закона, то есть это незаконно, да, то есть они взяли на себя эту обязанность, и они должны это делать. Если они говорят о том, что они в последующем не будут уже по истечении, допустим, договора, да, то есть, как бы, этого делать, ну, действительно, если с управляющей компанией не будет заключен новый договор, она не будет этого делать, ну, можно найти другого субъекта, кто будет этим заниматься, да, то есть, ну, это, опять же говорю, это должно быть решение собственника. Ну, то есть, если, к примеру, даже в НЖСК уже введена процедура внешнего управления, если с НЖСК плюс еще никакие договорные отношения не подписаны, договор с НЖСК все еще действует? Да, да, он действует, и, соответственно, они должны продолжать свою деятельность по обслуживанию дома, то есть взятые на себя обязательства должны исполнять, конечно. Сергей Александрович, я хочу поблагодарить вас за то, что вы выбрали время, чтобы ответить на наши вопросы. А я еще раз хочу напомнить, что сегодня в нашей студии было отвечал на вопросы заместитель прокурора города Сергей Полуяхтов. Еще раз спасибо. Все хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok